Братья-месяцы В этот день христиане чтут память преподобного Саватия Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря, жил в конце XIV – начале XV веках. Заниматься другой работой, кроме той, что связано с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом, а потому все сделанное сегодня не пойдет на пользу. В народе говорили, яблоньку за яблочки любят, а пчелку за мед. Но с медом еще в августе седобородые пасечники разобрались, заполнив после главного медосбора янтарной патокой, берестяные туиски и пузатые кадушки. Теперь пришел последний срок медовую страду закрывать, завершая пчелиную девятину, за что и отвечал Саватий пчельник. Все лето хлопотали пчелы, божьи угодницы, добывая воск на свечи и заполняя душистым нектаром хрупкие оконца сот, чтобы долго зимой смогли люди, запалив фитили и лучины, в тепле и уюте метком побаловаться, который так хорош и сладок, что с ним и долото проглотишь, и аж меток съешь, а потом посидишь, да еще попросишь. Но октябрь грязник, землю не только листком, а и снежком прикрывает. Мужик, сменив кафтан на тулуп, в это время с солнцем прощается, ближе к печке подбирается, а что о пчелках говорить, на которых кроме полосатой фуфаечки и нет ничего. Пора и им на покой в теплые подвалы и омшанники лютую зиму в тепле коротать, вспоминая о том, как на саватея пчелиного заступника горячо, с чистой душой и светлым сердцем молились о них дети, ведь медовый промысел считается в народе одним из тех, что нравственной чистоты и праведной жизни требует. Так что пусть лучше ребятишки о процветании и благополучии медовых старателей молятся, а взрослые делами земными займутся, почистив, подправив, утеплив и убрав улья на зимовку. А хозяйки с раннего утра пекут специальное печенье с медом к завтраку, на который собирается вся семья. Но мед на Руси – это не просто сладость, это и ритуальная еда, и символ здоровья, благополучия, сладости жизни. Мед был важен и для поминальной трапезы, так как считалось, что им питаются души умерших. С медом готовили кутью – каша из перловой крупы, пшеницы или риса, земляным миндалем, изюмом. Медом мазали блины и ритуальные хлеба. Выражение «медовый месяц» пришло к нам из глубокой древности. Тогда на свадьбу варилась особая медовуха, которую молодые пили не только во время праздника, но и в течение 30 дней после него. Савати почитался на Руси еще и как покровитель лошадей, поэтому 10 октября проводилась конная Саватиевская ярмарка. В этот день примечали. Если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой. Прогремевшая гроза означает, что зима будет недолгой, теплой и без снега. Если на Савате пчельника сухо и нет дождя, то зима придет поздно. Облака идут с юга к ненастью, с севера – к солнечной погоде. Братья-месяцы КОНЕЦ 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 КОНЕЦ